Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это 2003-го первая книжка, первое издание, это 2016-го года, она «Военная культура» называется, но это на самом деле военное дело, в принципе, близкие значения. И вот более последняя книга – это 2017-го года, и она наиболее полная. То есть вот я ее захватил, потому что я буду цитировать по ней. И вот несмотря на то, что серия популярная, книжка научная, и там куча ссылок, масса ссылок, и в общем они издали популярной серии научную книжку. Поэтому если у кого какие-то специальные вопросы, вот можно обратиться к ней. А кому лень читать долго и хлопотно эту книжку, вот есть такой журнал «Парабеллум». Здесь я написал статью в 2016-м году, страниц на 15, тоже о военном деле Чукчей. И, собственно говоря, здесь в 15 страницах можно подчеркнуть какие-то основные моменты, если кому-то, может быть, не хочется читать, или времени нет, или еще какие-то причины. Это номер 4 за 2016 год. Тоже отсылаю, если кому-то подробности нужны. И моя лекция, в общем-то, построена на материале последней вот этой вот книжки, она самая полная. А кому важны военно-политические события, то вот советую обратиться вот к этой моей книжке, по-моему, 16-го она года. И здесь описано все от первых веков новой эры до фактически примерно второй половины 19-го века. Вот здесь вся история военной Чукотки и Чукчи, эскимосов, и мореплавать, мореходов, которые в 19-м веке прибыли, как взаимоотношения. То есть все, что можно, все, что было доступно, я вот собрал в этой книжке. Это как бы рекомендации просто, как говорится, для дальнейшего чтения. Так, вторая. Значит, первое, о чем я буду говорить, это об оружии. Потому что тут все взаимосвязано. Социальная структура, от нее зависит от социальной структуры комплектование. От комплектования зависит тактика, от тактики вооружения. Вооружение зависит, соответственно, от природы, от природных ископаемых. То есть вся взаимосвязь, поэтому начну с наиболее простого и с наиболее представительного вооружения чукотского. И для начала я должен сказать, что история Чукотки письменная начинается в 1642 году. Вот до этого ни одного упоминания о Чукотке нет. Нет, ни у японцев, ни у китайцев, даже в якутских Алонха тоже не упоминается. Там у них страна тьмы, если я правильно помню. То вот в 1642 год первые чукчи появились на страницах истории. И вот с этого времени мы можем говорить о чукотской истории. К этому времени чукчи спокойненько себе жили. В новокаменном веке, то есть неолитии. Орудия были костяные в основном, ну и каменные, естественно. Железо попадало на чукотку с первых веков новой эры. Но это было вот единичные экземпляры, поэтому никакой это не железный век. А вот когда появились казаки в 1642 году, и с их записок мы знаем, с их отчетов мы знаем о чукчах, вот тогда и начался железный век, и полностью он установился в 19 веке, пожалуй. И то в 19 веке еще каменные орудия вполне себе использовались. Так что вот неолит продолжался фактически чуть ли не до 19 века. Это к вопросу о технологиях. А так все делалось камень, кость, рог, что там еще, моржовый клык, то есть подручные материалы. Что важно, чукотская территория – это тундра в основном. И, соответственно, деревьев нет, поэтому дерево особо ценилось, и его нужно было добыть. Добывали либо путем во время южных каких-то экспедиций, либо плавник. То есть прибило к берегу и забрали это дерево. То есть вот два способа. Либо просто торговля шла с соседями. То есть с деревом было все достаточно сложно, и, соответственно, огонь разводили, например, на масле, на китовом жире. Ну, на жире, конечно, не на масле, в прямом смысле слова. И таким образом поддерживали в этих жирниках огонь, и они даже давали тепло. То есть все было, на самом деле, культура приспособлена вот к этим суровейшим условиям, в скобках замечу, 16-19 век, малоледниковый период, то есть климат. Сейчас у нас все теплее, то тогда все было холоднее, чем сейчас гораздо. Но чукотская культура была приспособлена вот к этому климату, и, соответственно, чукчи вполне себе уживались, несмотря на то, что, казалось бы, жить там невозможно на Чукотке. Ну, с нашей точки зрения, что слишком сложно, но тем не менее. И вот на этой, теперь обращусь к картинке, к чему я хочу с этого начать. Здесь я, собственно говоря, почему она нам важна, это одна из немногих реконструкций вот чукотских воинов. И Воравин, который это рисовал, вот художник, он, в принципе, под мою диктовку все это делал, поэтому придирок у меня немного. И здесь представлены как бы три основных типа чукотских воинов с Чукотки, так скажем. Вот этот, соответственно, в металлических доспехах, это, как вы видите, практически рыцарский-нерыцарский, но он полностью с головы до ног, здесь еще поножа, покрыт латами. Но у нас время Екатерины Второй при этом. Вот товарищ из этой эпохи. То есть как бы смещение по времени происходит. Вот этот в более раннем кожаном доспехе и по происхождению явно доспех эскимосский. Но чукчево тоже носили. И вот этот товарищ, соответственно, с Болой, на самом деле Бола лишь однажды упоминается как оружие боевое, а так это оружие, чтобы поймать уток на лету. Бросали в воздух, я не знаю, верить, не верить, на 80 метров написано, что ее бросали вверх, как хотите, так написано. И это оружие охотничья, но одежда у него боевая. А боевая одежда, в отличие от обычной, из оленьих шкур, она из волчьего меха. То есть как бы человек, это идет в той же стезе, что и берсеркеры, когда воин как бы становился зверем. И вот это вот из этой оперы. То есть человек как бы становился волком. То есть как бы волк – это вот злой дух, если хотите. И у него и скальп волка, и одежда, и, соответственно, камлейка, то есть вот эта рубашка из шкуры волка, да и штаны тоже из этой же шкуры. При том, что волка нельзя было убивать, потому что он будет мстить. Но, тем не менее, если там попадался в капкан, умер, или еще каким-то образом волк погиб, то вот использовали данную его шкуру, и, соответственно, вот она использовалась в качестве одежды, но именно боевой. Об обычной ситуации вроде бы ее как бы не носили. Это как бы я обрисовал вот три таких характерных варианта вооружения. Соответственно, у нас копьеносец, лучник, болоносец, не знаю, как сказать. А в руке у него пальма, то есть нож, фактически нож на длинной рукоятке, и это не чукотское, чукчи использовали, но оружие не чукотское, венкийское, либо якутское. Так, дальше. Не в ту сторону. И вот первое, о чем я буду говорить, это доспех вот этого первого воина, потому что наиболее представительно, это вот, как вы видите, из музея Чукотки, но поскольку доспехи носили в XVIII веке, в XIX они еще сохранились, вплоть до XX, то их не так уж и мало, по крайней мере, несколько штук сохранилось. Это, например, иванкийского доспеха, который примерно такой же, ни одного мне неизвестно. А вот чукотские сохранились, и этот доспех вот на Ванадерском музее, вот здесь я написал, что он передан музее в 73-м году, из Южной Чукотки, и, соответственно, в комплекте был шлем, но не этот, там будет дальше развалившийся. Здесь поставили аналогичный, но более хорошо сохранившийся шлем. Так, значит, доспех этот состоит из пластин. Ну вот я принес, я и в прошлый раз показывал, и сейчас покажу. Это вот реальная пластинка, она найдена на юге Чукотки пастухом. Это железо низкопробное, то есть, грубо говоря, ну, низкопробное, то есть, ну, из чан, ну, как кастрюля какая-то по технологии. То есть простое железо, скорее всего, это 18-й век тоже, то есть она не старая. То есть вот лежа в тундре, там сто или сколько-то лет, ведь еще вполне себе не сгнило оно. Значит, перфора... То есть, видите, масса перфорации, и, соответственно, вот я пытался как бы установить, как в музее Чукотки, вот как внутри оно все между собой компонуется, эти пластины, но до конца, честно говоря, эту шнуровку не установил. Ясно, что центральное отверстие, это крепление ряда верхнего-нижнего, вот эти боковые, это крепление боковых пластин, и, соответственно, вот это верхнее, я так понимаю, это тоже еще одно крепление к верхнему, к верхнему ряду. И, то есть, это на самом деле можно установить, но перфорация плюс-минус не всегда такая. Бывает одно отверстие, непарное, но центральное, например, практически всегда, и здесь я так понимаю, что вот оно, вот это центральное отверстие, а сверху вот эти вот ремешки, идущие как бы снизу вверх, вот они держат нижний ряд на верхнем. И плюс идет общая оплетка вот этих пластин, чтобы извне как бы он не развалился просто. Так, ну вот если хотите, можете взять, посмотреть ничего этой пластине не будет. В принципе, у меня одна такая, но это не какая-то особая ценность, потому что на Чукотке их периодически находят. Ничего тут такого сверхъестественного, чтобы передавать музей, не имеет смысла, небольшая ценность. Так, значит, пластины крепятся в ряды, и их обычно вот в этом подоле 6-8 рядов. Они имеют разрез, обычно, соответственно, справа, и вот здесь просто завязываются. И эти пластины прикрепляются к нагруднику. Нагрудник обычно, ну, бывает он из дерева, но обычно это несколько слоев толстой моржовой кожи. То есть достаточно серьезное оружие. И далее этот нагрудник с помощью вот этих вот ремней, он крепится на плечах. А здесь вот такие пуговки, обычно из моржовой кости, например, пуговки застегиваются вот ближе к нагруднику, и таким образом весь этот панцирь держится на человеке. Вес. Вот что касается веса, вы знаете, я просил в Анадорском музее взвесить, они мне взвесили, сказали, 7 килограмм. Но мне кажется, это мало. Вот эта одна пластиночка 22 грамма. Таких пластиночек к ряду, ну, чтоб 50. Вот можно прикинуть, если раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь рядов на 50 пластинок и на 20 грамм. Ну вот, девушка, посчитайте там, сколько получится. Уже, мне кажется, намного больше, чем... То есть так и получится. Это только пластины, получается, уже на восемь килограмм. А. Плюс кожа. То есть там, ну... Ну, понятно. Ну вот мне показалось, что они как-то взвесили криво. Ну, что сказали, 7 килограмм, ну, либо не весь панцирь они взвесили. То есть подол в районе восьми будет. Плюс, ну вот кожаная, действительно, из двойной кожи, которая, наверное, сантиметр толщиной, а кожа ведь тоже не очень легкая такая. Далее. Это как бы не все. Это мы описали только подол и нагрудник. Как защищалась спина? Вот это стандартный способ защиты спины сзади. Сзади прикреплялась сначала вот эта вот деревянная. Это деревяшка тоже толщиной. Ну, как минимум с палец. Дервяшка, обтянутая кожей. Это как бы на затыльник, на спинник, как хотите его назовите. Обычно украшен солнечным узором. И кожа бывает побеленная, не темная. Далее к этому на спиннику прикреплялось крыло. Ну, вот как вот здесь нарисовано. Ну, здесь оно, наверное, слишком низко, или вот здесь. Крыло обычно левое. И оно служило щитом. Это крыло состояло, делалось следующим образом. Бралось, ну да, здесь нету, тогда обратно. Бралось несколько дощечек. Они вшивались в кожу. И этой кожей, соответственно, обшивали вот либо сразу всю конструкцию, либо вот крыло. И вот в этом месте крыло прикреплялось, соответственно, к наспиннику. Здесь были две рукоятки. Одна около края, и вторая посередине, с помощью которой человек мог этим крылом действовать. Соответственно, это и щит, и защита одновременно. Вот с щитами, собственно, со щитами на Чукотке как-то туго. Есть какие-то упоминания у того же Богораза, родоначальника, как бы, чукчеведения, который сам путешествовал на рубеже 19-20 века по Чукотке. И он говорит щиты, он передает легенды, где щиты. Но я думаю, что это щиты вот эти. То есть там не написано, что они как бы отдельные. Ну, похоже вот на это. Значит, обычно левосторонний щит. Но иногда бывали вот в эскимосском варианте и двухсторонний, в принципе. И можно защищаться и слева, и справа, в зависимости от того, откуда стрела летит. А конструкция такая же. Хотя вы видите, у эскимосов, вот им шлема, грубо говоря, не нужно. Сзади защищают полностью вот этот наспинник, если его можно назвать. То есть это, честно говоря, особенность Чукотки. Хотя мы можем найти... Так. Чего она дальше? Вот. Мы можем найти какие-то параллели. Вот если обратиться к параллелям, то вот обращу ваше внимание вот на этого товарища. Значит, это не кто-нибудь, а индейец. И, соответственно, в начале французские миссионеры вот зарисовали это в 1620-х годах. И, соответственно, вот видите, у этого индейца, собственно говоря, за спиной что-то похожее на такую же конструкцию, как на Чукотке. Это не просто щит, заброшенный за спину, но вы видите, он делится, по крайней мере, на три части. Вот эти маленькие отростки, они напоминают Чукотский. То есть какая-то вот культура этих доспехов существовала, и вот через Берингов пролив имело место быть. Но вообще генезисом доспехов, собственно говоря, особо никто не занимался. Кто-то говорит, что надо вот этот доспех тянуть от японского. Потому что, действительно, на территории Чукотки, в центре, причем, найден японский доспех. Ну, правда, время самураев-то до 19-го века он использовался. Какого времени, видимо, ну, я не видел атрибутации, но я обычный самурайский такой себе доспех. Но вообще надо сказать, что бури могли забросить кого угодно и чего угодно. Но с другой стороны, в чукотских легендах особого нет, что вот кто-то там был бури заброшен, хотя там есть легенда о путешествии на какие-то южные острова, где голые люди живут. Но Япония это или может это чего-то типа Гавайев, где совсем голые. Поэтому тем более это прошло через легенды и атрибутировать это достаточно сложно, если вообще возможно. То есть с моей точки зрения, конечно, это не влияние Японии, но вот этот пластинчатый доспех, это явно по происхождению азиатский, вот он близок к тибетскому и китайским доспехам, обычный пластинчатый доспех, видимо, влияние явно с юга, потому что с севера некому влиять. Поэтому это отдельная статья, которая требует дальнейшей разработки. То есть генезис непонятен. На данный момент. Может, потом разберут более подробно по перфорации вот это. Перфорация, кстати, похожа на тибетскую, но это из-за того, что перфорация, то есть система отверстий. То есть потому что доспехи действительно достаточно близкие. И с генезисом надо разбираться. И что здесь надо сказать, самое-то главное, а доспехи-то эти не чукотские, а у чукчи металлургии нет. И как вот у них все такие рыцари образовывались? А за счет соседей. Значит, чукчи, как я сказал, жили в каменном веке. Обрабатывать железо не умели. Только если холодной ковкой что-то постукать, это да. А чтобы полностью выработать доспехи, сделать отверстия, это нет. Значит, эти доспехи обычно это корякские. Вот коряки, оседлые, особенно, они имели такую металлургию каменного века, и они могли вполне, они ковали эти доспехи, и более того, этот доспех, переданный в 73-м году из юга Чукотки, он так и считается корякским, захваченный чуть ли не чукотским Ильей Муромцем, которого звали Кунлелю, и в общем чуть ли не историческая реалия такая. И соответственно, вот Чукчи носили эти доспехи, причем в массовом количестве, это не то, что вот только герой, это и у обычных воинов было, но это за счет войн, либо торговли, в основном войн, либо торговли с соседями, они получали вот эти доспехи, поэтому они не чукотские, но активно использовались самими чукчами, поэтому с этой точки зрения, конечно, доспех чукотский. Далее. Второй тип доспеха. Это моя гипотеза, предположение, что по происхождению он эскимосский. Эскимоссы, конечно, это оседлые жители, я, по-моему, не сказал, что чукчи-то кочевники-оленеводы. Те, кто потерял оленей из-за, например, эпидемии какой-нибудь среди оленей, среди животных, тот тому ничего не оставалось делать, как идти в пастухи к богатею, либо идти селиться среди эскимосов на побережье и быть морским охотником. Рыбу они не ловили, в основном не ловили, а охотились там на тюлени и китов. И, соответственно, чукчи селились среди эскимосов, и так получились оседлые чукчи. А так чукчи по происхождению оленеводы охотники. Оленеводы кочевники. Но и охотились они тоже, естественно. Так вот, этот доспех вырабатывался из тюленей шкур, и, соответственно, по происхождению они либо с острова Святого Лаврентия, это вы помните, где-то в районе 60 километров от Чукотки, хотя территория уже принадлежит штату Аляска, но в 1867 году продали и этот остров. И там вот, соответственно, вот приобретены еще вот, когда он российский был, в этом году, в 1840 году приобретен вот этот вот комплект доспехов, и он стоит, надеюсь, что стоит как манекен Музея этнографии и антропологии вот в Фунцкамере, он там в реальности стоит, без оружия причем. И этот доспех составлялся следующим образом. Каждый вот этот обруч, если так можно назвать, он из двойной кожи, и он крепился, естественно, к верхней, к верхней полосе, и они крепились так, прошитыми, прошит, не вижу я, прошивку, то есть прошитыми сквозь себя шнурками, и вот этот подол можно было задрать и спокойно, задрать вверх и бегать спокойненько в нем. То есть вот это, вот отсюда досюда, это все задиралось кверху и складывалось, как гармошка. Вот собственно кераса, так скажем, она уже не складывалась, и она здесь крепилась стационарно, но тоже по такому принципу из колец соответственно тюлений кожи, причем вот это черно-белое, на самом деле это коричнево-белое, это вот уже эстетика. То есть здесь беленная кожа, здесь в натуральную в натуральный цвет свой. Далее, а дальше идет соответственно такое же, такие же элементы, как и на предыдущем доспехе, то есть нагрудник, опять же кожаный, он прикреплен вот к керасе, так скажем, к нему прикреплен, к нему, к нему же, но вот здесь видите, крылья открепляются, то есть они просто привязаны. В принципе, вот так вот не должно быть, как он. Они должны быть пристегнуты вот к самой керасе. Там на кнопках, ну не на кнопках, а на пуговицах приделывались к керасе, и крылья не были, обычно не были такими самостоятельными. Хотя они могли быть отстегнуты, если это нужно, было бы быть, но не привязывались, как здесь это просто вот сделали, чтобы стоял манекен. И учитывая, что крылья шире, видите, обычно человек без шлема, но шлем мог иметь место быть тоже. Далее, вот к крыльям обращусь. Вот видите, на эскимосском, на эскимосских крыльях вот такие кисточки, это амулеты, соответственно, это нерпичи, сделанные из нерпичьего соответственно, шкуры, и покрашены в красный цвет, они служат амулетами. И как крепился? Вот здесь видите, ремешки из китового уса, они закрепляются, когда человек одел, они закрепляются вот на этих двух пуговичках, и доспех висит на плечах, китовый ус достаточно прочный. То есть, в принципе, с одной стороны технология похожа, а с другой стороны конструкция совсем другая, она явно какая-то не какая-то местная. Так, ну вот здесь могу обратить внимание, статуэтка как раз вот такого же воина, и судя по всему манекен сделан по аналогии, хотя эта статуэтка еще тоже XIX века была куплена на острове Святого Лаврентия, но принцип точно такой же, что говорит, кстати, о типичности этого эскимосского доспеха, и видите, здесь тоже два крыла, и крылья сужаются к окончанию к своему. Но Чукчи тоже использовали такие доспехи, вот это чисто чукотский доспех, он Анадорский район, там в принципе эскимосы не жили, и он в Российском этнографическом музее здесь не так далеко, в запасниках, то есть его почему-то не выставляют, была какая-то выставка, и вот там это засняли по народам России. Значит, вот здесь, видите, видно прошивка, с помощью которой удерживаются пластины, и соответственно этот подол подымается. А так конструктивно, ну тут может какие-то есть элементы чуть-чуть другие, и соответственно кожа вся обвеленная, и вот эта имитация пояса, хотя это одна из пластин, то есть, но конструкция в принципе та же самая, и вот щит, на котором изображен человечек. Это не просто человечек, это душа врага поверженного, поэтому тут все как бы имеет объяснение, то есть душу как бы пригвоздили вот сюда, чтобы она не мстила тому, кто убил этого врага. К шлемам я потом обращусь специально, а сейчас вот просто укажу, что и вот это чисто чукотский доспех, который скорее всего под влиянием Эскимосского развился, но конструкции немножечко как вы видите модифицированно. Третий вид, или какой уже третий, да, вид доспеха, это тоже эскимосский, но чукчи его тоже использовали, это доспех из пластин, пластины делались либо из рога оленя, либо это кость, либо это моржовый клык, что еще более крепкий. От таких доспехов моржового клыка, как говорят легенды, стрелы отскакивали. Правда, они тоже костяные были. Значит, здесь технология та же. То есть, опять же, эти пластины, но не с другой перфорацией, просто связаны в несколько рядов и представляют собой либо нагрудник, а сзади, видимо, был щит, хотя могло быть и без щита, либо полностью керасу и спереди, и сзади, плюс вот эти кожаные наплечники. Здесь они не просто для удержания, но и элемент защиты. Вот здесь просто для удержания, а вот здесь это как бы элемент защиты. Значит, видите, обычно несколько рядов располагались, соответственно, подбирались пластины, которые подходят друг к другу, обрабатывались, но подчеркну, опять это оседлые чукчи, либо эскимосы такие доспехи производили, а уже, соответственно, кочевые просто либо в качестве добычи, либо в качестве торговли, как торговый продукт получали вот эти доспехи, но они были крепкие, и еще такой нюанс, вот такой доспех могли носить под кукашкой, то есть под рубашкой, его было не видно, вот такое было, и соответственно, как раз вот именно вот такой вид, потому что те два не оденешь. Так, теперь к шлемам перейду. Ну, шлемы опять не чукотские, они либо корякские, либо новенкийские вряд ли, но скорее всего корякские. Значит, вот этот котелок, это железо, видите, не сваренное, а на заклепках из двух частей, то есть купол и обод, и, соответственно, вот эта пластина, это медь, украшение. Да, здесь какие-то нарезки в виде украшения, но вот это реальный, действительно, шлем, который использовался, и он в Анадырском музее имеется, и вот он в виде отдельного котелка, и, соответственно, вот это либо подшлемник, либо бармица крепилась к нему, и вот такой вариант шлема цельнокованной. Другой вариант из пластин скованной, я так понимаю, из вот тех же пластин, которые сковывали вместе и получали вот, опять же, цельный шлем, но пластинчатый. И это не самые распространенные варианты, я бы сказал, что они более редко встречались, чем обратно, чем вот этот. Значит, вот это самый обычный шлем. То есть он сделан по той же технологии, что и доспех, только здесь пластины либо более длинные, и тогда шлем сделан как бы из одного ряда, либо, может быть, два ряда из таких же пластин, и он сделал в виде купола, они также связаны, и такие же наушники привязаны из трех рядов пластин, и, соответственно, затыльника обычно нет, потому что вот это на спинник или сам на затыльник деревянный он защищает. Вот это вот стандартный абсолютно чукотский шлем из пластинчатой, которых достаточно много найдено. Сейчас, было еще одно изображение. Вот. Достаточно много найдено, и, соответственно, вот музей Чукотки вот этот выставлен. А родной вот этот вот развалившийся шлем. Вот это родное от этого доспеха, что видели в начале. Собственно говоря, то же самое. Только здесь пластины один ряд, ну и здесь один ряд. Причем верх мог не сходиться полностью. Там могло быть просто одно отверстие, через которое, грубо говоря, голова дышала, если так хотите. Вот. Это самый обычный шлем. Дальше другой вид. Это уже другой вид шлема, возвращаясь сюда. Вот этот кожаный. То есть просто из кожи такой колпак сшитый, плюс кожаные наушники. Вот я так понимаю, что это вот кто-то купленный комплект и соответственно, грубо говоря, подбирал тот человек, который сражался, делал себе соответствующий и панцирь, и шлем, то есть за какой-то модой, эстетикой следил. Но такие шлемы тоже редкие. Это два слоя кожи, наверное, они могли защитить, в противном случае смысл этих шлемов как-то вот не не имеют они смысла. Так, далее. Это не вся чукотская паноплия. Руки защищать тоже нужно, особенно левую, которая, особенно правую, которая не защищена щитом. И вот делали себе такие наручи. Опять из таких же пластин, которые прикреплялись к предплечью и соответственно вот три ряда здесь медные пластины, но они могли быть железные. И правая рука, которая не защищена щитом, она от кисти до локтя защищалась вот таким наручем. Это необязательный предмет, но как бы для полной комплектации он имелся. И поножи, поножи я вроде бы уже не приводил, но можно на первую посмотреть. Поножи тоже имелись, причем чаще вот здесь она нарисована, вот она, чаще именно на левую ногу, которую в бою вперед выставляли. Иногда бывают двойные, но чаще одинарные. У древних римлян, например, тоже в классическом варианте поножи на одной ноге. То есть на той ноге, которая выставляет щитом у римлян, а остальное тело защищено щитом, панцирем. Но здесь тоже есть такой же аналог, что поножи достаточно одной. Сделано по той же схеме, что и наручи, то есть из пластин. Конструкция такая же. Так, далее. То есть получается, если одеть все по полной программе, вот вам рыцарь получится. Полностью с головы до ног защищенной железной броней. Но подчеркиваю, что это время Елизаветы, Екатерины, то есть XVIII век. Но вот такое явление существовало. Теперь к наступательному оружию. Главное наступательное оружие лук. Поскольку на Чукотке с деревом сложно, луки в основном хорошие луки покупные. Что Чукчи могли в принципе сделать, это сделать простой лук. Взять палку, согнуть, прикрепить кожаную тетиву. Такой лук охотничий, не боевой. А вот боевой лук, вот он сложно составной по классификации отечественного оружеведа Горелика, который в 15 году, к сожалению, умер. Высота его полутора метрам приближалось. А вот здесь расписан состав. Это как раз корякский лук смысла тайгонос. И чукчи его использовали. Значит, это вид спереди. Значит, вот эта рукоятка, она, видите, немножечко утоньшена, чтобы было брать соответственно удобней. А так вот здесь все расписано. Значит, основная часть, соответственно, это планка или, ну, планка, да, из лиственницы. К ней усиление идет, соответственно, китовый уз с внешней стороны, а с внутренней сухожилия. И также к ней между сухожилиями и этой планкой крепится еще одна планка. это все на рыбьем клее клеилось. Крепится вторая планка и получается четверной как бы вот четыре слоя и в качестве рогов обычно костяные накладки. То есть конструкция достаточно сложная. Чтобы все это не разваливалось, обматывалось либо ремешками, либо берестой все обклеивалось, а иногда и тем и другим. и лук достаточно мощный, по крайней мере, насколько можно верить легендам, сказкам, которые сохранились. Кто-то хвастался, правда, это эскимос был, что он из своего лука с десяти шагов пробьет оленя насквозь. Вот хотите верьте, хотите и нет. С десяти или двадцати там было написано. Это хвастовство, это, видимо, какую рыбу я поймал, но в эпосе это сохранилось. Это основное оружие дальнего боя. Способ стрельбы. У Чукчи средиземноморский способ, соответственно, вот этот, то есть их два выведено, соответственно, по способу держания стрелы. И характерно для Чукчи эскимосов вот эта пластина, которую на левую руку на кисть набрасывали, прикрепляли, чтобы тетива била в нее, а не по руке, потому что отдача достаточно большая, и это в какой-то момент спасало. И вот этих пластинок на Чукотке, они костяные, либо вот моржовый клык, найдено достаточное количество, и это стандартное приспособление для стрельбы вот из такого мощного лука. Так. Стрелы. Ну, стрелы вот здесь как бы сконцентрированы типичные варианты стрел. Наиболее дремний тип, вот этот вот. Не вижу. К стрелам приклеивались два либо три пера. Ну, вот где-то есть, где-то они просто отвалились, но были стрелы и без перьев. И, видимо, с такой стрелой можно как-то прострелить оленя, перья явно будут мешать. Это стрелы 65-80 сантиметров длиной, где-то в этом районе. И вот самое древнее это с каменным наконечником, вот это камень в идеале. Здесь-то, конечно, уже жестью он железом заменен в 19-м веке, уже в 18-м могли железо. Ну, вообще в идеале это камень. Он ставлен в прорезь костяной муфты, а эта муфта крепится на древке осина, береза вот заклепочками. И это вот самый древний тип стрелы, который вот каменный. Второй тип стрелы костянка, в русских источниках она костянка. Длинный вот наконечник, он бывает с зазубринами, он крепится к древку и, соответственно, широкий обычный, это как тоже боевой или против крупной дичи, и, соответственно, это обычная тоже стрела, то есть это самый древний тип, но этот костянка тоже не менее древний, она там находится уже в первых веках новой эры в слоях, на эскимосских жилищах. Так, вот это игольчатый, это либо, если более древний вариант, это кость обточенная, а в 19 веке есть стрелы, просто напильник, вот напильник взяли, прикрепили к стреле и получили хорошую пробивную себе стрелу, но вы имейте в виду, что стрелы потом собирались, их не выбрасывали, поэтому не то, что напильников не напасешься. Далее, вильчатая стрела, но это не боевая, хотя таких найдено много, это обычно охотничья, но это вот шиловидная, тоже вариант вот этой, но шило костяное, чуть пограненное, костяное, то есть вот этот вот комплект обычный для чукотского воина, и он носился в колчане. Колчан это кожаный мешок, кожаный мешок, который носился на двух лямках, как рюкзак, вот если многие колчаны носились у других там за спиной с наклоном, на одной лямке, здесь две лямочки, как рюкзачок воин спокойно носил себе, здесь разрез, вот здесь где-то в районе, чтобы брать стрелы, то есть с одной стороны стрелы защищены от дождя, с другой стороны достаточно удобно, чтобы взять руку, направить в этот разрез. И с внешней стороны обычно чукотские колчаны расшиты оленьем ворсом или волосом разного цвета. Что все эти узоры значит, идут дискуссии, потому что уже чукче в 19 веке они не могли сказать, ну не в 19, а на рубеже 19-го, 20-го, они не могли сказать, а что это значит. Ну считается, что это какие-то космогонические сюжеты, и тут опять культурологическая должна быть какая-то интерпретация, вот здесь другая, как бы немножко другие узоры, типа солнца, звезды, ну вот из этой области, вот, а обычно женщины сидели и вот расшивали эти колчаны. Ну здесь тоже варианты вот этой же стрелы, но с более крупным наконечником, по-моему, это железный, ну а здесь костяной граненый. То есть это просто варианты стрел, которые вот, они немножко согнулись, видимо, от времени, хотя я не исключаю, что древко могло быть такое, потому что другого дерева не было. Это опять анадорский музей. Так, следующий вид наступательного оружия это проща. Соответственно, если кто из девушек не знает, то проща действует следующим образом. В закладку, вот в эту центральную, кладется камень, кругленький, который по своим баллистическим характеристикам приспособлен до быстрого полета. Берется проща правой рукой за эти два подтяга, вот эти вот веревочки подтягами называются, раскручиваются над головой, потом один подтяг отпускается из руки, второй остается, и, соответственно, камень летит с большой скоростью и, соответственно, с большой силой и поражает врага. Я не знаю, верить отпискам казаков или не верить, они говорят, что пробивало дерево, вопрос, пробивало доски, в смысле. Но вот в 17 веке они так написали, может быть, это преувеличение. И что здесь интересно, что на том подтяге, который оставался в руке, вот кисточку приделывали, чтобы было удобнее держать. Иногда, видите, соответственно, ложа, вот эта закладка разрезана, чтобы было удобнее вставлять камень, чтобы он не скатывался. То есть его немножко в этот разрез немножко вставляли усиленно. Это все современные прощи, но они, видите, до 20 века вполне себе использовались. Медведи отгоняли, например, или охотились. Естественно, в 20 веке не воевали, но это вполне себе боевое оружие. И делалось из кожи, соответственно, ремешек, все кожа. Дальше. Бола. Пятихвостая. Раз, два, три, четыре, пять. Но лишь в одном сказании, которое считается древней, упомянуты, что когтистые болы служат оружием, которое метают в людей. Ну, когтистые, то есть вот эти косточки были с какими-то острыми краями. А так, в принципе, Бола берется вот за эту рукоятку, и когда птицы летят, кидается в стаю. И вот птицу запутывают вот этими хвостами, и птица валится просто на землю. Я говорил, что высота 80 метров. Я не знаю. Так это не так, но так написано. За что купил, за то и продаю. Но это оружие, конечно, охотничье, причем именно на птиц, когда там они летят либо на север, либо на юг, и на Чукотке сезон охоты, и вот малышня даже бегает с этими болами и ловит птиц, и это еще в середине 20-го века вполне себе функционировало. И как бы вот это Бола в Чукотке в Баганадерском музее современное, ну или минимум 19-го века, а вообще, наверное, 20-го. Кистень. В одном лишь месте, в одном опять, как Бола, упомянуто, что и то это Богорас упомянул в пересказе, что вот это такое оружие может быть использовано против людей, а так обычно это против медведя. То есть она носилась на плече, вот камень пропускался сквозь петлю, и вот она висела через плечо, и когда нужно ее просто снимали. Значит, она состоит из просверленного камня, и плетеной вот этой вот шнурка или ремня, и, естественно, петли для удобства держания. Она где-то, если я правильно помню, сейчас могу посмотреть, около метра, метр двадцать длиной, и, соответственно, в первую очередь, как я сказал, для охоты на медведя, естественно, если нет другого оружия, врага можно такой поразить, и в одном случае вот тот же Богорас пишет, что ее употребляли как оружие. Оружие ближнего боя, ну и по другой классификации это средний бой, как бы, вот не совсем ближний, не совсем далекий, это копье. В древности, ну не в древности, в семнадцатом веке наконечники и в восемнадцатом веке наконечники были костяные, в основном костяные. Уже в девятнадцатом веке и в восемнадцатом они были железными, покупными, и покупались либо у коряков, либо у якутов, либо были даже русские фабрики на Дальнем Востоке, которые производили наконечники. Значит, копье примерно два метра. Здесь похоже, что покороче, если человек вот метр восемьдесят, например. Значит, копье обычно удлиненно-ромбический такой наконечник, втулка, здесь она крепится гвоздем, и чтобы древко сохранить, вот вток, вот он, как бы башмак такой. В принципе, ничего особенного. Иногда корпус копья чеканкой украшался, иногда посеребренный. Чтобы железо не коррозировало, на копье одевался чехольчик. И соответственно, вот здесь даже с бахромой привязывался к древку, чтобы не упасть. И вот копье это основное оружие. И вполне себе в двадцатом веке использовалось. Пастухи ходили с копьями. И вплоть до шестьдесятых годов, до семидесятых годов копье было оружием пастуха в тундре, чтобы там зверя отогнать или оленя забить. То есть забивали копьем именно. Теперь опять же оружие ближнего боя это ножи. Мечей, каких-то сабель не было. Были три вида ножей. Вот это самый длинный тесак. Такой тесак 80 более 80 сантиметров длиной. Это, конечно, не чукотское, а, скорее всего, якутское произведение искусства. И соответственно, он носился либо на поясе, на плечевой портупее, либо как у ниндзя за спиной. Такое тоже было. Причем, опять же, под верхней меховой рубашкой. То есть как бы и рукоятка торчала вот за головой. Такое тоже было в 19 веке. В 20 что-то уже как-то так не носили. Это вот самый крупный тесак. Поясной нож был, который небольшой, но типа шкуру разрезать там, поесть, то есть для бытовых нужд. Естественно, если драка, то могли использовать и такой нож. А как бы он и в основном, конечно, не боевой. И третий вид, которого я не привел, потайной нож. То есть маленький 15-сантиметровый, хочется сказать, перочинный ножик. Почему он потайной? Потому что его носили не на виду. Обычно в рукаве был кармашек, внизу рукава. И в этот кармашек совался этот нож, чтобы при случае, если как бы, что бы, когда бы, его использовать в крайнем случае. Либо если другого оружия нет, еду порезать, еще что-то. Хотя для порезки еды это поясной нож, естественно. Так, дальше. ножами и заканчивается наш оружейный обзор. занял достаточно много времени, а теперь в оставшееся время я расскажу о войне, о тактике и стратегии. Первое, что я хочу сказать, сезонность войны. То есть мы рассматриваем первобытную войну в основном, то есть на уровне неолита, и вот здесь важна этнография, и важны какие-то параллели, чтобы нам что-то понять. Хотя источников много, и в основном это фольклор, рассказывающий о войне, потому что отписки казаков и записки путешественников они мало что дают, как воевали. Если обобщить все в общей массе, тогда более-менее понятно, но иногда все равно не хватает информации. А вот в фольклоре все-таки много можно что узнать, тем более, что этот фольклор сохранился. Обычно говорят, фольклор сохраняется 200 или около того лет, но вот здесь он сохранился. И в этом фольклоре действуют вполне исторические герои, тот же Кун-Лелю, о котором я упоминал, вполне себе исторический персонаж времен Екатерины, в общем-то, 80-е годы XVII века. Почему карта Чукотки? Ну, чтобы было видно, почему сезонная война. Значит, была летняя война и была зимняя война. Вот два сезона, в которые вели боевые действия. летом вели морскую войну, а зимой сухопутную. Соответственно, примерно май-июнь очищаются реки ото льда, и Берингов пролив тоже очищается. Он же замерзал вообще от и до, от Чукотки до Аляски замерзал. Там самое маленькое расстояние, если я правильно помню, где-то около 90 километров отсюда до мыса Стюарт. И поэтому все это промерзало, спокойненько за два дня проезжали это расстояние на санях, если нужно было, и на оленьях санях. Я, по-моему, потом еще скажу, если будет время. У оседлых собачьи нарты, сани они же, а у оленных естественно оленные. Так вот, на санях проезжали, единственное, что надо, корм с собой брать было для животных, потому что на льду его не найдешь. И это зимой. Но, естественно, в основном воевали зимой, собственно говоря, на территории Чукотки, а воевали, как всегда, в первобытном обществе со всеми окрестными народами. Между собой уже только в таких отдаленных легендах и упоминается междоусобие, которое было вот в этом районе, вот в Чаунской губе, вот где-то вот здесь, в начале 17 века, вот, была ссора, ссора крупная, и часть Чукчика выселилась, как считается, либо на остров Рангелин, либо на Медвежьи острова, короче, пропала. И в результате этой ссоры. Но вот это, пожалуй, такая единственная крупная война, и, соответственно, о ней вот упоминается в легендах. И, да, другая часть Чукчи прошла вот эти Медвежьи острова и поселилась вот здесь, на Алазее. Вот она где-то здесь, эта река. И вот Алазейские Чукчи до начала 20 века существовали. Вот куда они делись в основном. А так рассуждали, куда пропал предводитель этих ушедших Чукчи по имени Крыхай и его сотоварищи, и Оленные и Осёдлые. Это отдельный сюжет, пропавшие чукчи. Но это неважно, это междоусобие. А так территория коренная Чукотки, это вот в Чукотске собственно полуостров. Вот здесь оленеводы жили, и постепенно они распространялись на восток и на юг. Соответственно, здесь жили юкагиры, а вот к югу от Анадыря здесь жили коряки. И постепенно вытеснялись эти народы, а югагиры из-за оспы сами повымирали. Ну, кроме того, с казаками у них были существенные потери у югагиров. И эти территории постепенно заняли Чукчи вот до Якутии. Граница, грубо говоря, по Колыме шла. Ну, современные. А так Чукчи еще и дальше, чуть ли не до Индигирки расселились, заняв вот это северное побережье, которое не было плотно заселено ни югагирами, ни ивенами, ни ивенками. То есть, как я сказал, война была сезонная. Почему? Почему вот зимой, казалось бы, самая стужа, и почему вот зимой воевали в такую хладрыгу, грубо говоря? Да потому что способы передвижения от этого зависели. Зимой тундра замерзла. Так-то это болото в основном. Попробуй пройди. А зимой все подмерзло. Можно на нартах, на оленях или на собаках спокойно двигаться. И поскольку январь-февраль суровые месяцы, в марте можно пойти, солнышко уже пригревает, уже теплее. И вот февраль-март это самые месяцы похода на юг. И соответственно, нам известны походы XVIII века на юг, на коряков, на оленных, у которых отбивали оленей. И вот я хотел просто зачитать отчет 1700, о походе 1777 года, который вот оказался в русских источниках. и капитан, который был соответственно, Шмалев, который был капитаном Гижиги, но она вот здесь где-то не видна на карте, он знал местные обычаи, и вот он написывает поход, представить масштаб, март 1777 года. Написано следующее, не забудьте, что это XVIII век немножко замысловато. главный чукотский тайон Амулян Хергынтов и брат его Петутин Хергынтов во 180 человеков марте месяце приходил для поиску коряк к рекам опухи и пахачи. А дальше идет, что произошло. У коряка нутеллы 28 оленей отогнали, хатырского и ланского острожка у одного корякского подростка поймали и навыку поддали. 19 марта подходили к опухинским пешим корякам и обойдясь с опухинскими коряками дружелюбно, притом производили торг. Война торгу не мешает. Напоследок из ружья, из крепости, то есть от коряков, из ружья убили чукоч одного наименованием Ятыргина, то есть торговали и тут же кого-то убили. Причем у коряков уже ружья были, у чукчей нет. Потом прибыли к похачинскому острожку, но тут кроме разговора ничего не происходило. То есть погрозили друг другу и все. И пошечь вверх по реке Пахачи, ну вот это вот здесь где-то действие происходит, то есть Охотинское побережье, я так понимаю, что вот здесь. И пошед, вверх по реке Пахачи, нашед, нашедше, пеших коряков юрту, экипаж разграбили, ну экипаж, понятно, имущество, и взяли в плен две девки 25 марта, то есть через шесть дней, ближе к Пахаче оленного кочующего коряку Алалыка одну юрту всего в восьми человеках убили, в плен взято женок четыре, так аж оленных, как Алалыкова, так и другого коряки Тенапия, два табуна отогнав, получили в добычу и возвратились в свою землю. Ну вот типичный описание типичного похода за добычей, то есть отогнали оленей, соответственно убили пастухов, которые сопротивлялись, и женщин и детей угнали в плен. Вообще правило такое, мужчины убиваются, сопротивлялись они или нет, неважно, а женщины и дети по возможности увозятся в плен и соответственно ну плен это рабство, если можно назвать его рабством, архаическое, они принимались семью, но служили как бы на посылках, что называется, на вторых ролях и хозяйка Иранги обычно распоряжалась этими пленными, указывала там, что делать и как им дальше быть. То есть вот здесь написано немного, вроде как, пара стад оленей, но могли увозить, угонять и большие стада по несколько сотен оленей, а то и тысяч. И считается, что за 50 лет от 30-х, нет, от 20-х годов 18-го века до начала 80-х чуть ли не 100 тысяч угнали оленей у коряков и с тех пор Чукчи стали богатыми оленеводами. Ну, отчасти, наверное, так. Ну, так было, вопрос в том, что сколько оленей угнали, потому что проблема в том, что коряки – это уже русские подданные, а Чукчи – нет. И, соответственно, как русские подданные, они жаловались местным властям на вот как бы на ограбление их со стороны неподданных и записывали, сколько оленей было угнано. Ну, во-первых, помните, соответственно отечественную классику. Три подсигара отечественных, там, три куртки замшевых могли, конечно, и так сказать. Но проблема в том, что считать-то они не умели, точнее, как сказать, умели до двадцати, потому что пальцев столько, а потом двадцать раз по двадцать, четыреста максимум. но больше этого уже как бы сложно, да и до четырехсот тоже сложно считать, поэтому олени, коряки почти такие же, как и чукчи оленные. Это был когда-то один народ, который разделился, как русские украинцы, например, и язык у них очень похож. И проблема в том, что действительно, во-первых, считать не умели, и не могли точно сказать, сколько у них оленей, но при этом каждого оленя знали в лицо, в морду. То есть у этого пятно здесь, у этого на ноге тот, не знаю, мозоль, у того хвост не так, каждый олень знаком в лицо. То есть знать, сколько их не знают, но при этом знают, могут описать каждого оленя. Поэтому вот такая ситуация у Чукчук и у коряков была. Ну и соответственно, зимой же происходили походы русских экспедиционных войск против вот этих, как бы в наказание за эти набеги, и зимой здесь велись столкновения на Чукотке. Это 18 век, ближе к его середине, и когда велись наступательные действия, то здесь могли быть со стороны казаков и солдат. Кстати, конницы здесь не было. Ни с какой стороны. И соответственно, солдаты, например, шли на лыжах, а командиры ехали на оленях. Вот такое средство передвижения. И дальше имущество вели на оленях, а поскольку пушке слишком тяжело, одну пушку полевую брали с собой. Вот это максимум. То есть оружие экспедиционных корпусов, которые в основном здесь в Анадаре, в Анадарской крепости, собирались и дальше шли вокруг Чукотки, ища тех, кто совершил набеги, освобождая попутно пленных. И вот тогда Чукчи могли принимать генеральные битвы, выстраиваться соответственно против этих экспедиционных корпусов, и у них вырабатывается специальная тактика. Поскольку казаки и солдаты строились в линию, видимо, в две шеренги или в три, может быть, и стреляли соответственно огненным боем, а у Чукчи до XIX века никакого огнестрельного оружия не было. Вот что. И им запрещалось продавать более того. И тогда вот Чукчи выработали такую тактику. Дают возможность сделать один залп противнику, а потом переходят бегом в атаку. То есть получается та же тактика, что и древние греки использовали против персов при марафоне. Только там стрелы, здесь пули. И дальше переходят в атаку и стараются своим численным превосходством смять противника. Иногда это удавалось, иногда нет. То есть выработали специальную тактику с коряками, если вообще-то генеральных битв с коряками особо так и не было. Тут скорее поединки были. Такой тактики не было. Там скорее перестреливались, а потом фехтование на копьях. А здесь вот такая тактика выработалась и, соответственно, вот ее использовали. Что касается это зимняя война. Это очень вкратце. Тут можно дальше расписывать, еще одну лекцию делать. Если захотите, можно это сделать, поподробнее рассказать. Сейчас уже, я так понимаю, что вряд ли. Летняя война. Что происходило? Значит, вот с мыса Дежнева самое близкое расстояние к Аляске. Обычно либо вот здесь с южной части Чукотского мыса, где-то в районе 60 километров до острова Святого Лаврентия. Заранее объявляли набор или весть, что мы вот идем, хотим идти походом на таких-то. И по всему побережью снаряжали байдары, которые подходили к точке сбора ближайшей к цели. и собиралось, ну вот сколько собиралось, сложно сказать, где-то написано до сотни байдар. Байдара, если обычное, это 8 человек экипажа, если походное 20, а то и больше. То есть что-то уж много, если сотни 22 тысячи, у всего населения сейчас в Чукче 15 тысяч, вот и считайте. Тогда может быть было бы больше, потому что Оспа в 19 веке покосила многих. Но 2000 что-то как-то это перебор. Но несколько, стандартная армия 300-500 человек, это уже много до 15 тысяч населения, при том, что боеспособные, даже если брать всех мужчин, ну половина. Да меньше обычно гораздо. Собиралась эта флотилия, и двигалась либо на остров Святого Лаврентия, либо на Аляску. Это два стандартных маршрута. Цель пограбить или поторговать заодно. Но это как вот викинги. Старались, и спричаливали где-то обычно не на виду, а старались куда-то вот близко к цели высадиться и незаметно напасть на поселок. А дальше все по стандартной схеме. Мужчины убиваются, женщины и дети берутся в плен и какую-то там добычу находят. Но извините, эскимосы, живущие на Аляске и на острове Святого Лаврентия, здесь тоже не дураки. Понимая, что может быть набег, на каких-то возвышенных местах сидят соответственно дозорные. Как только вражеская флотилия показалась, идет сигнал враги. И все уже население убегает в укромные места внутрь острова, в гроты, в пещеры и на Аляске и здесь. На Аляске в лес еще можно, там лес есть. Хотя он напротив Чукотки, но из-за течений на Аляске в климат гораздо лучше и деревья растут, а здесь ничего не растет, кроме кустов. И соответственно все, что могли, кого встречали, убивали из мужчин, а женщин и детей брали в плен. А дальше могли там день-два побыть и возвращались соответственно. Если выигрывали, а иногда не выигрывали. То есть в аляскинских преданиях аляскинских эскимосов написано и более печальные для нападающих случаев, когда местные видели, что они подплывают, они открывали массированный огонь из луков и, в общем, перебивали нападающих, а последние могли закончить, из Чукчи, оставшиеся в живых, могли закончить жизнь с собой, чтобы не достаться в плен. То есть это вот, что касается стратегии, она достаточно простая, если вообще что считать стратегией ведения войны по большому счету. Ну вот как-то так. Я думаю, что на этой точке можно как-то завершить перейти к вопросам, потому что, в общем, я обрисовал то, что хотел. Подробностей можно много приводить и еще деталей как минимум на одну лекцию еще хватит. Спасибо. Спасибо за лекцию. Очень интересно. Вопрос по поводу луков и колчанов. Вот вы говорите, что колчан носился за спиной там через две лямки. На рисунке у вас указан воин, у которого есть крыло. И получается, что такой колчан он просто не может находиться за спиной, это просто неудобно. Даже вот извлекать стрелу. Был ли такой вариант, что он носился где-то на поясе и стрелы извлекались, ну, соответственно, более удобным способом? И еще такой вопрос, тоже, опять же, по методу стрельбы. Вот у тех же индейцев, да, у них получается, стрельба была с правой стороны лука, мы как-то вот привыкли смотреть с левой стороны. Вот, как это было у Чукач. И еще один тоже касательно уже стрел, по поводу оперения. Вы сказали, что там было либо два пера, либо три пера. Какой был наиболее предпочтительный вариант? Были ли какие-то особенности крепления, именно оперения? и был ли такой вариант, как вот, например, там у ирокезов, либо у каких-то южных племен, когда два пера просто закручивались по спирали, чтобы был такой вариант, ну, типа нарезного, как, чтобы вращалось и был более меткий выстрел? Так, ну, подождите, много вопросов, потом будете мне напоминать, потому что, значит, начну с крепления колчанан, тогда я вернусь к этим товарищам. Это хороший вопрос, я тоже задавался этим вопросом, и где ему колчан держать? На поясе нет, никогда у него, собственно говоря, у него и пояса-то нет, он все в панцире. Ответ был достаточно прост, потому что путешественники тоже ничего не описывают. Вот, посмотрите, где, сейчас найду, где-то был, где-то был, вот, то есть, вот этого я хотел показать. То есть, путешественники тоже вот, единственный рисунок 18 века воин, больше вообще таких нету рисунков, и, соответственно, видите, тут тоже колчан не изображен, хотя теоретически у него мог быть колчан, то есть художник не знал, куда его, ну, это моя интерпретация, не знал, куда его примостить. И вот, видите, вот у лучников их тоже нет. Но ответ заключается в следующем. Вот на этих крыльях иногда какие-то заклепки есть, и вот на эту заклепку вешался колчан, как я себе это представляю. На поясе его никогда не было. То есть пуговица такая, правда, тоже, мне кажется, не совсем удобно, но он, наверное, как-то... Изображений-то нет, как они держали, в этом вся проблема. Но пуговицы эти есть, и они, по-моему, это не я придумал, и они считаются, что на них вешался колчан, когда воин стрелял. А так действительно вот сложно представить, куда в таком вооружении где был колчан. Но вот есть мнение, что вот на заклепке, который присутствует именно на крыле. Это был первый вопрос. Так, что я еще запомнил? Перья, оперение. Так, где тут у нас стрелы? Стрелы. Значит, закрученных опереньев не было четко. Два или три пера. Вы знаете, в одном источнике в описании 18 века написано, что они приклеены. То есть они даже не примотаны, а приклеены. И соответственно, мне кажется, это половина перьев. Не то, что целое перо, но вот как обычно. Ну, не как обычно, а как вариант. И соответственно, я так понимаю, что баллистика тут была более-менее выработана. Ну, это же опытом, опыт позволяет сделать выводы. Но были стрелы голые, без оперения. То есть они реально были. И считается, что они больше охотничьи, чем... для рыбной ловли не ловили. Дети использовались без оперения. Рыбу не ели. Точнее, почти не ели. И рыбу не ловили даже сетями. Ну, вот странно, люди живут на берегу, и рыбу не ели. Ну, в 20 веке ели, а так это не их еда. Вот нерпу поймать, моржа, кита, вот это да. А рыба... Так, когда есть нечего, и рыбу съедят, но... Когда голодовка, но... Еще и луком ее не били. Это либо сеть, либо удочка с крючком. Ну, стандартный набор. Так, что вы еще спрашивали? С какой стороны накладывалась крыла на улице? Ну, вот в этом средиземноморском способе, как я понимаю, вот так. То есть, на самом деле, это надо спрашивать, кто еще сохранил технику стрельбы. То есть, здесь вы видите, что справа. И мне кажется, это так. Изображений нет, а настолько подробно техника не описана. Но описано, какими пальцами натягивают, это вот явно вот этот вот тип, что указывают вариант, какой тут первый, ну, неважно, один из вариантов средиземноморского, здесь ну да, средиземноморского типа. То есть, похоже, что справа, если как бы учитывать этнографию и вот то, что нам известно. Думаю, так. А никаких колец у них типа монгольского такого плана не было? Нет, колец не было. И вот здесь какая-то, видите, была, считается, что могли натягивать трех пальчечной перчаткой, где три пальца. то есть для большого и указательного как бы по пальцу и для трех остальных один палец. Вот считается, что этой перчаткой могли, потому что они не сохранились, но это интерпретация, там не написано как бы в сопроводительной записке, что они вот именно для этого. Но вот этот Глинский, который занимался луком северо-востока Сибири, к сожалению, умер, под поезд бросился, вот, в 90-е годы, он разбирал все это и как бы он считает, что этой перчаткой трех пальчечной натягивали. Колец не было, но их не найдено и в фотографической среде не упоминается. Так что вот этот китайский способ с помощью кольца, например, здесь не использовался. Все, я ответил хорошо. Спасибо большое за лекцию. И у меня тоже два вопроса. Первый, вы сказали, что впервые Чукчу упоминается в 1642 году в источниках, а где, собственно, они были до этого? То есть просто в источниках нет или они в каком-то другом месте жили? И второй вопрос, вы показали доспехи, значит, один ламиллярный, это Корякский, вы сказали, другой Эскимосский, и Чукотский вы показали по мотивам, я так понимаю, Эскимосского. А вот, Чукотский это есть? Или у них все было заимствовано исключительно? Спасибо. Начну с второго. Конечно, все было заимствовано, потому что металлургии своей не было, а моржовая кожа или кожа нерпы, это только у оседлых на побережье. Из оленей кожи доспехов не делали, она, видимо, очень мягкая. Поэтому получается, что вместе с продукцией заимствовали и собственные доспехи. Но они использовались как бы не единично, потому что, например, Врангель, который путешествовал в 1820-х годах по Чукотке, по северной части, он пишет, что в Яранге там доспехи стояли, то есть как бы вот, пожалуйста, обычная вещь. То есть они, конечно, были заимствованы, но они были широко использованы чукчами. Причем они заимствованы и в прямом и переносном смысле. Как бы и тип заимствованный, и происхождение оттуда же. Поэтому как в оружии все и бывает, заимствовали и используют. Так, а первый вопрос был о чем? А где они были до сих пор? А просто их в источниках не было. Ну, в принципе, да, вот именно на Чукотском полуострове их родина. Сейчас, то есть, сейчас до карты домотаю. То есть родина вот эта вот здесь. Граница Чукчева шла в 18 веке вот именно как Чукотский, вот это вот Чукотский полуостров, и вот граница вот так шла, то есть на картах она обозначена. А потом они уже в 18 веке начинают широко распространяться. А так, да, вот они здесь жили, ну, просто в источниках не упоминались, а в 642-м году вот упомянуты вот те Чукчи, которые убежали из-за междоусобия и жили вот здесь. Вот здесь они впервые упомянуты. До этих еще тогда Дежнев дойдет только в 1648 году. Да и то только вот до Чукчи ли он дошел, потому что жили-то эскимосы на побережье, и он описывает вот эти башни, как он пишет, из китовых ребер, которые это типично эскимосское жилище, не чукотское. Поэтому видел, хочется сказать, а видел ли он Чукчи? Дальше же он уплыл сюда и построил Анадорский острог, а здесь жили у Кагир и Чукчи-то далеко. Не, наверное, видел, но далековато они тогда были. Так просто в источники не попали. А в скобках замечу, с археологией Чукотски все очень сложно. Фактически ее нет. Ну, нет от них ничего. Ну, конечно, вот здесь где-то Пектемеля река есть петроглифы. А почему? Не сохраняется в том, что это лежало. А что должно сохраниться? Куча оленьих рогов на острове Айон есть. Это как бы темаи, это посвящение мертвым. Вот что есть. А что должно сохраниться? Кочевники. То есть как бы проблема в том, что когда кочевья уходят, мусор сжигается, он не оставляется. Он сжигается. Единственное, что остается объедки костей и очаг, выложенный камнями, круг-круг камней. Вы скажете, да, у скифов, например, они говорят, вот у нас гробницы. И Дарью они отвечали, что если вы дойдете до наших гробниц, тогда вы узнаете, как с нами сражаться. То есть скифы были готовы за кости предков сражаться, а у Чукча такого нет. Кладбище, собственно говоря, были родовые кладбища, но хранили-то не в земле, а на земле. Землю-то мерзлую копать сложно, и поэтому через несколько лет от мертвого, собственно говоря, животные, все, песцы, волки делали свою работу, ну и бактерии, и как бы и череп-то не найти в тундре, поэтому ничего не остается, культуры нет, не остается она археологически. Вот случайно что-то находят, но чтобы как вот в других местах, ее нет. Есть культуры вот оседлых эскимосов, они на побережье, они там до нашей эры еще датируются, но это не Чукча, это эскимос. Так что как-то вот так. Спасибо. Спасибо за лекцию. У меня короткий вопрос. А анкелоны были? какой народ? Ну, да. Ну, это анкалины, это название приморских жителей. То есть вы землю садника вы хотите? тут как? Там в мифах есть в Чукотске анкалины, они называют. Ну, как в мифах, понимаете, ну, если приписать анкелоны, что это вот убежавший крыхай, который потом появил, основная масса там на Алазее, были, ну, вообще анкалины это приморские жители. И отсюда вот это название в земле садникова. нет. Не-не-не-не-не-не-не, это просто название приморцев. И то они чуть-чуть по-другому анкалины. Ну, там вариации есть, но, в общем, анкелоны от этого изображены. То есть нет, ну, отдельного этноса, конечно, однозначно нет. То есть это бежавший в данном случае Чукчи. Вот и все наверное. А там же еще могут быть по интернету, если кто-то слушает. Один вопрос еще. В вашей книжке, которая является описанием Эпоса, ну, точнее, собранием Эпоса, там есть история, когда трое коряков, они, значит, предположительно чукотскую жилище, вот, там убивают всех, кто там есть, остаются две женщины, вот, они там судят, рядят, потом, в конце концов, их тоже убивают, возвращаются в жилище, ну, в селение, и говорят, что вот, там были такие чукчанки красивые, у нас в селении даже таких подобных красивых нет, вот, но вот, чтобы вот раздора не было, мы их вот убили. то есть, то есть, что не всегда приводили пленных домой. Ну, это частный случай, возможно, даже он имеет под собой историческую основу, потому что проблема в том, а как делить добычу, вот в чем проблема, потому что если кита поймали, делят на весь поселок, соответственно, по количеству едоков, а когда вот взяли пленных, ну, конечно, если там один-два человека ходили в плен, тут ясно, кому достанется, а когда целая партия из нескольких сотен вот набрали пленных, вообще делили по какой-то мерке, ну, хочется сказать, по справедливости, и действительно, если женщина представляла определенную ценность, могли, ну, конфликты возникнуть, собственно говоря, вот этот случай показателен, чтобы как бы в социуме не возникал конфликт по этому поводу, сделали вот что сделали, поэтому могло быть, это вполне в русле чукотского мировоззрения, так что ничего тут удивительного нет, я думаю, что это действительно описан какой-то исторический случай. Это исторический случай. нижний нижний не нижний Продолжение следует...